Как изменить страну? Это очень хороший вопрос. И кто может изменить страну? Я думаю, я уверен, что страну можешь изменить только ты. Больше никто изменить ее не может. У меня есть план такой. Объединить весь интеллектуальный трудовой капитал страны и заставить его двигаться ритмично. Но, вернее, люди должны понять, если они не будут двигаться ритмично, то у них ничего не получится. Нужно забыть про рабский менталитет и начать двигаться ритмично. Больше шансов никаких нет. Потому что основная проблема страны – это жизнь исключительно в собственных интересах. Это вот такой себе... Тут у нас раньше был правитель. Хотя, что же там раньше-то, господи? Правители-то одинаковые. Вот. И возможность изменить... Это вот как сказал однажды Игорь Паломарчук, что изменить страну можно, ответив на вопрос, сколько времени в неделю вы можете посвятить на улучшение мира вокруг нас. прочитать лекцию, расставить мастер-класс, убрать на улице или еще что-то. И это, друзья мои, называется как? Называется это... Уоу! Хо-хоу! Ритм-менеджмент! Матерый такой ритм-менеджерище! Ритм-менеджмент – это когда люди в разных точках планеты движутся к одной цели. И вот цель у нас одна – изменить страну. Музыка такая волшебная. Изменить страну. А изменить страну можно только одним способом. Объединиться и делать добрые дела. Помогать другим делать добрые дела. И вот в этом самом тайном плане объединить интеллектуальный трудовой капитал. Для чего? Для того, чтобы вывести его на международные рынки. Чтобы люди поняли, что в Украине живут хорошие люди. Вот. И люди должны быть очень сплоченными. Ну, например, как в обществах Британии. Там, где британская пресса служат, прежде всего, народу. И все политики боятся британскую прессу как огня. Вот. Ну, в общем, как-то так. Поэтому изменяйте страну, если вам это интересно. Если вдруг запало в сердечко мои слова, то присоединяйтесь к проекту «Один час для страны». Одна час для страны может все изменится, але ж ця година да повинна бути постійною. Зрозуміло тобі, а? Ось так. Ну, а еще нужно языки учить. Ну, а это уже другая история. Итак, ритм-менеджмент, «Бегущий к Луне» Володя Лыков. Йоу-йоу-йоу. Между прочим, между прочим, я уже пробежал 3645 километров. Это означает, что до заветного одного процента к Луне меня отвенчает, отличает всего, отделяет всего каких-то 195 километров. Супер-мега турбосейшн, ау-у-у-у-у-у. Эндорфинчики булькают. Вот. И, ну что, я думаю, в конце апреля будет супер-мега турбосейшн, где Володя Лыков закончит 1% к Луне. Я пробегу 3840 километров за два года И вот я закончу уже, надеюсь, в течение двух недель Я закончу эту дистанцию Йоу-йоу-йоу, Володя Лыков Всего вам хорошего Присоединяйтесь к проекту Один час для страны или одна година для краины Страну изменишь только ты